Доступно и строго по графику. Наринмар и поселок Искатели свяжет новый автобусный маршрут. Поручение расширить сетку автотранспортного предприятия профильному ведомству и мэрии поступило от главы региона Александра Цибульского. Соответствующие просьбы к нему обратились жители. Автобусный маршрут поселок Искатели, аэропорт Наринмар и обратно планируется запустить 1 сентября этого года. Специалисты оценили планируемый пассажир в отток и определили потребности в количестве и времени рейсов. Об этом на оперативном совещании сообщил руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Разработан паспорт маршрута, направлен ГИБДД на согласование, грудь 100 выполнен расчет стоимости проезда. Экономически обоснованный тариф составляет более 70 рублей. Стоимость проезда планируется составить 37 рублей, то есть будем компенсировать. Значит, все идет по плану, 1-го, 9-го, надеемся, все запустим. Сейчас полученные данные обобщаются, формируется расписание нового автобусного маршрута и расчет субсидий из бюджета округа. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Предварительно было учтено количество потенциальных пассажиров. По пути следования маршрут пройдет через микрорайоны Сахалин, Лесозавод, Мирный, Новый поселок, Наринмар-Вилледж и Факел. А накануне, по просьбе жителей Кармановки, была изменена схема движения маршрута номер 6. Мы ввели новый маршрут 6, то есть мы внесли изменения в его движение. Это сделано по просьбе жителей Кармановки. Ну, в общем, сейчас его запускаем, посмотрим, какой это получит эффект. Прошли как бы все согласования и с депутатами, и с нашими, то есть на общественном сайте у нас все вывешивалось. Вместе с тем, графику движения может помешать дефицит кадров. В городе не хватает водителей категории D. Обучение профмастерству в окружных учебных заведениях составляет недешево – свыше 50 тысяч рублей. По идее, у нас сейчас три вакансии. То есть, если введем новый маршрут, опять появится необходимость. То есть, как-то нам нужно подумать, может быть, сделать какое-то целевое обучение. Как вариант, обучать специалистов в рамках трехстороннего соглашения. Перед властями города и округа стоит непростая задача – не сбиться с автобусного графика. Автобус ждут при любой погоде. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова